А что бы Вы посоветовали читать? Ну вот если там даже не художественная литература, а вообще что вот почитать? Какие книги? Ну, конечно, мы, сказать, здесь беседуем, собрались беседовать прежде всего, и цели, смысл нашей беседы не просто какая-то отвлечённая на какую-то тему. Это нецелесообразно. Мы говорим о духовной жизни, о пути спасения. Задача первейшая и самая главная – спасать душу. Это должны, как все люди, прекрасно разуметь. Если этот вопрос уже у человека чётко, ясно решён, что надо бы нас спасать душу свою, что придёт час смерти, придёт час воздаяния, что посеешь, то и пожнёшь. Если ты будешь сеять, как говорится, худое семя, от худого семени не жди доброго племени. Значит, если ты в отношении чтения будешь заниматься то какой-то литературой, там, романами или ещё какими-то какой-то поэзией отвлечённой, которая не приводит тебя к разумению пути спасения, ну, конечно, должно быть понятно, что от этого мало пользы. А потому, прежде всего, что должно быть? Господь сказал, аз на сие родихся, на сие придов мир, да свидетельствую истину, и всякой же от истины послушать гласы мои. И ещё Господь говорит, а всем познать, и мои учения, аши любовь им эти между собой. И ещё, аши исполните, исполните слова, которые я вам заповедую. Воистину ученицы мои будете, и познаете истину, и истина освободит вас. Вот спасение где. Значит, познать истину, опознать истину, надо изучать Слово Божие. И поэтому и читать для познания истины, чтобы быть освобождённым истиной от греха, проклятия и смерти. Конечно же, надо литературу, которая именно содержит в себе это врачевание. То есть, Слово Божие, толкование на Священное Писание, на Слово Божие, святоотеческие, сказать, да. Читать, ну, совсем это творение святых отцов, подвижников благочестия, да. Которые бы нам подсказывали, как вот проводить дни земной жизни вот здесь нам. Потому что дни лукавых, как говорит апостол, да, искупуйте время. То есть, дорожите каждую минуточку, испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте. Вот, это важно. Вот и всё, и потому, и вот и апостол даже предупреждает, не увлекайтесь пустой философией. Вот, с немощным, вот говорит, не спорьте о вере. Потому что это и немощного может привести, запутать его по немощи своей. Он может запутаться в глубинах, там, сказать, богословий, которые могут быть доступны людям совершенным, которые, сказать, прошли путь трудовой, подвижнической жизни. И поэтому очень важно начинать читать, прежде всего, это Слово Божие. Господь говорит, ащи кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Вот первое, заповеди. Затем надо их, сказать, изучать, надо бы исполнять потихонечку. Но чтобы исполнять, надо знать. И потом Господь говорит, без меня не можете творить о нечисло. Уже надо хорошенечко познать, помнить Слово, как Господь говорит. Аз есть путь и истинный жизни, кто же придет к Отцу, токма мною. Поэтому крепко держаться за Христа, за Его Слово. Далее, если ты изучаешь закон Божий, заповеди, надо находить толкование, объяснение. И читать, конечно, не все подряд, а то, что нам рекомендует из древних времен именно православная церковь. Учение, утвержденное на Вселенских соборах. Если ты будешь читать какие-то, может быть, даже новые, современные, какие-то, так сказать, книги, а не знаком с древними творениями, то будет трудно человеку, бывает, может запутаться. И вот здесь очень важно, очень важно читать святых отцов, подвижников благочестителя, или, может быть, известных, современных каких-то богословов, которые длительной, так сказать, практикой своей жизни, своей личной жизни удостоверились сами в истинах Божьих, да, и которые могут людям очень много помогать, да, разъяснить, выяснить какие-то вопросы. Но все-таки есть громаднейший контингент людей, для которых глубины от богословия недоступны. Надо в простоте сердца принимать на веру, что слова Господь говорит. Непонятно, как учат святые отцы, предоставь это Господу Богу, Господь, непонятно. Сам ты всесильный, если тебе угодно, если мне полез, да вразуми, чтобы я понял или поняла вот это какую-то вещь. А если человек, так сказать, будет окунаться в какие-то книги, которые еще не подготовлен, да, к разумению, то может нанести себе вред. Но у нас есть много святых подвижников, кстати, сказать, преподобные старцы оптинские, которые очень простым, доходчивым языком говорят о необходимости смирения. Преподобный Абросий столько дивных советов дает людям разных сословий, простейшим. Нельзя же человека простого с ним разговаривать каким-то глубоким богословским языком. Он, может, не поймет. А иной, может, он и образованный много, а все-таки он мало знаком с богословием. Вот пример, например, человек образованный, ученый, ему лет под 60, мне тут вот привели одного, еще был в лавре, побеседовать. Говорю, спрашиваю, ну слушай, говорю, как тебе кажется, Бог-то есть или нет? Говорю, батюшка, вот откровенно сказать, тут не могу сказать, есть или нет. Вот святой Николай точно есть. Ну вот видите, только образованный, а у него, видно, не хватило времечка просто поразмышлять, как с ним говорить о глубинах богословских. А если кто-то что-то услышит, он вот превратно поймет, значит, каким языком надо говорить. Привести его сначала, как говорит, как младенчик, молочка такого первого, побеседовать, да. А потом он сам заинтересуется вкус по яйце, вкусить, и ведь всякую блага Господь. Только вот этот человек после стал приходить, бросил эту свою науку, да. Говорит, как же я, теперь дошло до меня, Бог-то есть. Начал читать книжки, через какое-то время же пришел, стал священником. Ну, вот видите, как бывает, да, в нашей жизни. Батюшка, вот Алексей Ильич Осипов, что Вы скажете? Ну, что мы скажем, Алексей Ильич Осипов. Я в свое время еще в семинаре был, это уже больше сорока лет назад, обучался со своей стороны, могу сказать, это замечательнейший человек. Человек глубокомысленный, ответственный, богослов, слова которого нельзя принимать как-то легкомысленные какие-то изречения, да. По своей жизни, в его, сказать, даже вот, ну, насколько вот вспоминаю, на лекциях, да, в семинариях, там, в академии, они все растворены очень важным вот рассуждением и, ну, подсказкой нравственного порядка. Ведь каждое богословское положение, тот или иной догмат требует какой-то нравственного подхода или состояния. У Алексея Ильича всегда на его лекциях это всегда соприсутствовало. Какой-то догмат объясняет, он его объясняет так или как-то образно. Ну, например, я могу привести такой примерчик, да, запомнилась, как-то всем нам запомнилась. Однажды спрашивают Алексея Ильича на уроке, Алексей Ильич, как же вот сказать так, как понять, Бог есть любовь. И вдруг гиена сотворит. Как? Как на это вот смотреть? Алексей Ильич, у него и присущая ему ирония. Знаете, я бы сказал так, частый преподаватель Амросия, по-оптински наш, употребляет. Говорит, слушайте, друзья, что вы говорите? Бог оказал такую любовь, сотворил или допустил, чтобы была гиена. Все, как? Ну, все удивлены, как это так? Он опять, сказать, продолжает вот эту обстановку, говорит, как вы еще не поняли? Вы, семинаристы, студенты, такой простой вещи, что Бог грешникам, сатане, дьяволу такую любовь оказал гиену, ад устроил. И вы что, недовольны, что ли? Что вы не поймете? Это же великая любовь. Все, как шокированы. Да как это так? Ну, уже всех нас довел до такого состояния, до предела, когда можно, как же это все-таки усвоить? То в критическое состояние какое-то, как же ответить, что это за любовь, что он говорит? Он говорит, отвечает, ну, послушайте, друзья мои, а если бы не было гиены, а грешник бы стоял бы пред лицом славы Божией, что это было бы, он испытывал тогда? Ведь это же страшнее, всякого ада и гиены, мучительнее. Так вот, любовь-то Божией сделала. Не хотите, не можете, ну, избирайте себе сами. Да, вот это, а другого еще, а какое-то наказание большее, если бы что, ну, самое большее стоял бы пред лицом славы Божией? Нет, не способен. Ну, вот вопрос-то, кажется, простой, что здесь? Да, гнев Божий? Нет. Здесь нет, в Боге нет гнева, надо хорошенечко знать. Бог, всякий гнев или еще что-то, это, как говорится, состояние, как сказать, ну, страсти. В Боге гнева нет, это грех, когда человек вот помышляет, это образное выражение. Вот тут со стороны грешника, он скажет, он испытывает гнев Божий. Ему Бог славу, сказать, дает, славу его не дал, да, потому что, чтобы пощадить его, да. Ну, вот приблизительно такие вот, скажем, а кто-то, может быть, может, превратно поймет, узнаете, начинает мыслить, вот тут не такое объяснение. Ну, всем, как говорится, уж не угодишь, но все были довольны. Ну, подобные ответы на многие вопросы, вот Алексей Ильич мог очень хорошо, образно говорить, и запоминающийся, очень даже запоминающийся. Ну, ну. И наши учащиеся в Оптиной пустыне в семинарии, в Академии обучающихся пользуются как учебником, в других семинарах, в Санкт-Петербург, сюда много можно называть, и многим людям она известна, замечательно, да. Вот, в частности, и в этой книге, в конце там есть такая, ну уж как ее назвать, глава, антиномия гиены. Почему-то, антиномия, это не его слова, Алексей Ильич, он приводит, по-моему, Павла Флоренского, кажется, так. Так же и вот в этой, как вы назвали эту книжечку-то. «Посмертная жизнь». «Посмертная жизнь». Там тоже есть такая оговорка в одном месте, что рассуждение, вы понимаете, чрезвычайно такая важная эта вещь, да. Вот, допустим, мы остановимся, ну, вот по поводу этой книги, там касательно вопрос вечности мучений, да. Вечное мучение или не вечное мучение. И с какой стороны позиции, с какой ты посмотришь на этот вопрос, да. С одной стороны посмотришь, Бог сказал, мука вечная. Всё, дальше мы не будем рассуждать, нам это достаточно. Правильно это? Правильно. И отрицать нельзя. А с другой стороны, да подобный же вопрос. У нас есть, как Бог есть любовь. Как совместить любовь и вечные мучения? Получается какая-то антиномичность, да. И это нам вместить бывает очень трудно, да. И потому на основании у многих святых отцов, в частности, я, Алексей Ильич, приводит даже отцов, которые говорят, что всё тварное ограничено, один Бог бесконечен, безграничен, непостижим, вечен. Ничего тварного, вечность не обладает, тварное. Только Бог вечен, по существу. Ничто. Тварное не может быть по существу вечным. Это должно было даже язычникам многим, понятно. Вот. В начале, сказано, Бог сотворил небо. И что имеет начало, то имеет конец. Но нам, говорит Господь, жизнь вечная предстоит. И в то же время, что всё тварное имеет начало и конец. И вот как совместить вот эти вот мысли? Да, всё тварное имеет конец. А что такое вечность? Знаете, я не вечен. Ничего не вечен. Значит, гиена, даже, в частности, у Исаака Сирина, она ограничена. Потому что она тварная, ему назови. Это одно из категории творения. Как кто бы там в сад сатанаре себе устроил это своим отступлением, эту гиену. Потому что для праведников от сложения мира Бог царство установил. А это не сказано от сложения мира. От грехопадения там она началась, и там эта гиена. Вот. Всё тварное не вечно. Как же тогда воспринять? Мука вечная. А в то же время, любовь противоречит любовь Божия. И вот мы рассуждаем. Что ж такое вечность? Вот мы так с братьями, тут такой вопрос возник. Что ж такое вечность? Долго беседовали, толкование, сказали, Иоанн Дамаскина. Такой ответ. Вечность – это не время. Это не часть времени. Но это некое временное. Всё-таки временное, поскольку тварное. Движение около и вместе с тем, что вечно. А что вечно? Бог. Значит, наша вечная жизнь, когда мы около и вместе с тем, что вечно. То есть с Богом. То есть мы, вечная наша жизнь по причастности к Богу. Удалился, там уже будет причастность к Богу не будет тесной, но весьма далёкой. А всё наше благо и блаженство, всё, когда мы с Богом. Отсюда кромешная, как говорится, тьма. Далее, если, кстати, вот приводит Алексей Ильич такое вот в этой книжечке рассуждение о, сказать, вечности или не вечности, в вечной муках, как воспринимать, как на это реагировать, как мыслить. Он приводит примеры. Вот в Евангелии сказано, Господь говорит тому, кто не будет вкушать плоти, не будет пить крови, не может иметь жизни. Ученики, которые с ним шли, как можно послушать такие слова? Как он может дать нам есть плоти, кровь? Своим человеческим мышлением. Они говорят, как это можно? Повернулись и ушли. А что Господь говорит? Это ли вас соблазняет? То есть даже здесь в словах, которые он говорит, и соблазна-то нету. Он говорит слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. А вы воспринимаете эти слова буквально, как будто надо брать тело, резать ножом, потом это наливать, кровь выпивать. Какое-то глупое, примитивно. Они это приняли и запутались, и ушли. А Господь говорит слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. Кто не будет вкушать плоти и крови Евхаристии, не может иметь жизни. А в то же время, Алексей Ильич приводит пример, который в нашей церковной жизни известно. Да еще Господь говорит прямые слова. Если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Небесное. То есть крещение обязательно должно быть. А мы видим примеры церковной жизни. Скажите, вот разбойник на кресте он крестился, водой там окунался? Нет. А Евхаристия он приходил? Нет. Значит, но Господь говорит, должен крестить. Значит, крещение в нем совершилось. Но каким-то другим способом, не таким буквальным, а духовным образом. То есть оно так же. Так же Евхаристия. Кто не будет вкушать. Да как он приобщался к телу и крови Господней? Это тайна. Таинство. А принимать его вот таким рациональным нашим ограниченным мышлением – это настолько примитивно, глупо. И на этой почве отсюда рождаются всякие и секты, и разные ереси, которые превратно все это толкуют и заблуждаются. Вот исходя из этого, что Господь вот говорит о необходимости рождения от воды и духа, то есть крещение должно быть, о том, что Евхаристия обязательно не будет вкушать, ему не можешь. И в то же время мы видим, что буквально это выполнять, мы видим примеры, когда нет таких случаев. Даже в жизнеописаниях мы находим в житиях святых, он мученик Уар, там еще другие примеры, когда после смерти, он там уже по смерти принял крещение где-то в преисподней. Как мы то, я не знаю, где как, но повествование-то слушает, все-таки крещение он на земле не получил, а оно должно быть. В былые времена младенчиков, первая церковь, нету произведения, что крестить, младенцев бывает такое требование, надо обязательно слушать, а первая церковь, там не было такого категоричного, что в младенство обязательно крестить. Значит, что первая церковь, она что, грешила? Глупо, нельзя. Раз была такая практика, значит, было основание, что они не останутся без крещения. Хотя он, может быть, и скончается, если достоин. Но когда начались гонения, возьмите, вот сейчас, вот было после революции сотни тысяч людей, которым грозила ссылка, смерть, а у них младенчик родился. А его могут обсуждать, а что с ним будет? Конечно, он переживает, идет и попросит, хоть он даже и не больной младенчик, а его покрестят, но по вере родителей, потому что он уже, так сказать, тут уже есть полный, и мы сейчас живем. Мы живем в такое время, когда внезапно какая-то может быть опасность, раньше там какой-то Тамерлан где-то вон там своим войском, пока он придет, можно уже сто раз покреститься, пока дойдет до нас. А сейчас внезапно, и поэтому противоречие ограничивать, сказать, что нельзя это кресть. Конечно, можно, вот, можно, но если есть возможность, пожалуйста, это не препятствует, не противоречит. Малышку можно потихонечку воспитывать, он же веровать не может, все равно родители должны. К трём годам была раньше практика, когда крестили, да, детишек, вот, но это не, и в этих каких-то противоречиях, вот, что где, в чём-то я вот слышал, вроде Алексеевича там обвиняют, я ничего там не нашел, там нет таких совершенно, нет, он совершенно превратный, это, сказать, уже одно то же, древняя церковь, хватит, больше доказать не надо, что требовать тебе, какие-то доказать, а чего, почему, да. Ну, вот это, так и в отношении вечности, муки вечные или не вечные. Одни отцы говорят, что с этой точки зрения, что вечность, и дальше не следует, сказано, хватит. А другие вникают, как совместить, вот, что такое вечность, да и потом, даже немножечко, если я возвращусь, ну-ка, с практики церковной, вот, песнопение на Пасху. Снишел яси в преисподней земли, и сокрушил яси вереи, вечная ада. Слышите? Слово «вечная», когда мы понимаем «вечная», и вдруг тут же мы, церковная песнопение, сокрушил вереи «вечная», потому что, значит, они оказались уже не вечными. Даже у церкови, это в песнопении, значит, уже понятие о вечности, нам уже показывает нечто другое. Можно на понятие «на вечность» смотреть, как на букву, а на сущность, она по-другому, но саму сущность, а мы вместить-то её не можем. И не можем вместить и муку, и не можем вместить и жизнь вечную, и жог и невидий, и на сердце даже не всходило, что Бог уготовил. И что там, в преисподней, какая страдания, да, так, но мы тоже вместить это, ну, никак не можем, да. И поэтому, что получается, что и так мы рассуждаем, да, мы видим, можно сказать, да, можно принять. Почему? Поскольку я ограничен, и не знаю, а с церковью поёт, сокрушила вереи «вечная». Кто, почему, значит, церковь ошибается, или как сказать? Не можно, это не одно слово, много таких слов, которые о вечности, вот так, в церковных песнопениях мы встречаем, в православной церкви. Далее, и жизнь вечную, ну, мы уже говорили, ну, что такое «на жить» только по причастности, понятии вечности. Всё это вместить бывает очень трудно. И поэтому, когда мы рассуждаем, видим немощь в познании, что такое вечная жизнь, да, но здесь сердце наше более склое, потому что Бог есть любовь, нам легко это принять и согласиться. С Богом хорошо, и мы не будем исследовать, что такое вечность, потому что, зачем мне исследовать? Главное, быть с Богом. Вот это задача. Здесь вопрос отпадает. А когда касается мучений, тут как же вот тут быть-то, да? Сказали, вечные муки, да, вечные. Что это такое? Мы видим, что оно и церковное песнопение показывает ограниченность. Тут у святых отцов возникает такая мысль, что подобно, как Господь сказал в отношении Евхаристии, крещения и причащения тела и крови, выразил это словами, буквой, да, а в существе это гораздо глубже. Поэтому и понятие вечность надо смотреть не просто по букве, а по духу, а по духу церковь испевает сокрушивайся, вери и вечная. И опять, мы не берёмся категорично говорить, что сокрушивайся, всё, конец, конец. Почему мы не берёмся говорить? А где этот конец находится? Да, конец есть, всё ограничено и имеет конец. Но он находится-то где? В бесконечности. Ну-ка, подогони эту. Когда будет конец, да, когда мы идём, сказать, жизнь вечная, в бесконечность, рядом с бесконечностью Божией. Отсюда что? Как страшно! Вот если ты будешь искать и говорить, убеждать, конец будет. Другой, это ужасно. Ты пойми, что ты говоришь, не понимаешь. Господь в апокалипсисе что говорит? А здесь есть альфа и омега, начало и конец. Слышите? Бог-то бесконечный, безначальный, самобытный, а говорит, я начало и конец. Значит, о чём речь идёт? Речь идёт о твари. Что всё творение и начало и конец её в руке Божией. А ты в руку Божией можешь залезть и сказать, вот там конец. Всё, немощь, что нам остаётся? Смириться и сказать, Господи, кто я есть? Червь, а не человек, поношение человеку, уничижение людей. Туда полезу, там глубоко. В эту сторону полез глубоко. Мне ничего не остаётся. Только с горечью, со слезами, как говорится, восплакать и сознать, кто я есть, и просить от всей души, Господи, пощади, помилуй. И это для всех людей доступно. И для простейших, ненужных богословий. Готовься, когда вечные муки. Простой человек сокрушается. Самое главное. И богослов. Богослов потом придёт к тому, Господи, ничего, всё мои богословия. Говорит, я знаю, что я ничего не знаю. Вот там в Потерике одно повествование. Мне как-то немножечко, он вроде неправильно говорил. Он говорит, по-видимому, наверное, так вот мучился, мучился этими вопросами. А потом так, да, мучился и говорит, все спасутся, один я погибну. Больше ничего не мог сказать. Кажется, вроде неправильно говорит. Как-то слово Божие говорит, что спасутся, погибнут грешники. А он говорит, только о я. А он бедно измучился. И больше ничего перед Богом сказать не может. Изрещи. Он признал, я ничего не могу постигнуть, что мука вечна, что жизнь вечна. Одно знаю. Господь в нём моё спасение. И слово его сильно. Без него я ничего не могу сделать. Только одно. Господь, я сознаю себе, что я ничто. Я не могу говорить даже, кто там спасение. Даже мои мысли здесь вот, сказать, вижу настолько немощно. Одно всё. Только быть с Господа Богом. Хорошо, говорит Иоанн Крестьянкин. У него книжечка есть. Самое главное. Быть с Богом. А быть с Богом не можем. Веровать только в Бога. Нет, этого мало. И бесы веруют. Что надо? Господь говорит. Никто же придет ко Отцу, то к мамною. Всё. Хочешь быть с Богом? Не подойдёшь без Христа. Бесы? Веруете? Ага. Хотите быть с Богом? Только через Христа. Не по зубам. Так и прочие религии там, исповеды. Хотя исповеды, а един Бог. Апостол Иоанн говорит, ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. Ну и бесы веруют. И трепещут даже. Этого мало. Со Христом. Вот. А со Христом, что самое главное? Учитесь от меня. Я как роток, есть мисс Мириан. Все. И обрящите покой душам вашим. Хорошо. Я говорю, вот у Алексея Ильича, вот по этому вопросу, объяснение. Я скажу для себя, когда прочитал, кстати, сказать, несколько раз я читал, а вот умом как-то не засекал. Запомнить трудно бывает. А когда посмотрите, ну что еще надо? Хватит. Что я буду копаться? В вечность. И когда церковное песнопение сокрушил, если вере и вечное, мой ум изумевает. Я могу только одно утвердиться. Господи, сам ты знаешь, спаси меня. Зная только, что Господь пришел, да, все, совершил наше спасение. Только держаться за Господа Бога, исполнять посильные Его святые заповеди и одно упование. Только на Бога. Сами от себя ничто. Вот эта вся мысль только и содержит во всем прочем. Я не знаю. И, конечно, я бы сказал, вот Алексей Ильичу очень, сказать, такая, ну, сердце такое доброе к нему расположение. Братья наши, многие. Очень доброе. Ну, как иначе сказать, когда слышишь, вот там где-то такой вандализм, что ли, где-то слышал, там книжки какие-то там сжигали. Ну, что нам об этом говорить? Глупости, сумасшисти. Мы можем сказать, вот, святители Игнатия Брянчанина, Феофан Затворник, у них тоже были какие-то разногласия. Ну, что мы будем, книги Феофана будут одни сжигать, а другие Игнатия будут сжигать? Ну, что за глупости? Сам апостол говорит, подобает и разномыслием быть между вами, чтоб явились искусные. Посмотрели, Игнатий, Феофан, у того один другого дополняет или другого, и церковь получает пользу. А когда в церкви какая-то смута получается, да какой, сказать, церковь, как это, не церковное дело, сжечь книги, это сумасшистие какое-то, вандаль. Это, как наста... Ну, разве ты что, со стороны церкви кто-то это сделал? Глупо какая-то, как назвать, таки варварство. Больше слова не найдешь такого, да. Ну, вот в отношении Алексея Ильича, сказать, я считаю, это добрейший человек. Ну, не можем мы, словом даже, как Анна говорит, нельзя поручаться за человека, это грех. Мы не поручительством занимаемся, а говорим. Видим, человек посильно, все добросовестно, несет свое служение, как преподаватель, как профессор, да. Насколько можно требовать. И апостолы ошибались. Слушайте. Апостол Павел Петра обречал. Иоанн Богослов, когда пришли во гроб, да. И апостол Иоанн Богослов пишет Евангелие. И увидел, и уверовал. Не ведя хобо Писания, якоподавает ему из мертвых воскреснуть. Ну, что ж мы. Человек постепенно совершенствуется так со всеми. Ну, вот и так бывает, и со всеми. Ну, и потом, знаете, что-то, какие-то книжечки писать. Ну, знаете, какое это трудное дело. Где-то, я вот вам говорю, а может, я что-то не договорил. Или сказал, может быть, так, что можно понять, ну, каким-то другим способом. Ну, если мы так будем друг с другом такое отношение строить, что у нас будет? Друг друга тяготы носите. И так исполните закон Христов. Понимаете, в церкви должно быть мирно. А всем познают все, якобы мои ученицы. А еще любовь иметься между собой. Объясниться в мирном способе. Всегда это можно. А где-то шечь? Что это? Это вражда, какая-то дикость какая-то. Как это может так поступать?